Библейский портал экзегет.ру представляет 62-й псалом для библейского портала Экзегет, считаю, перевод российского библейского общества. Псалом носит подзаголовок «Псалом Давида сложен, когда Давид был в иудейской пустыне». Ну, в пустыне он прятался от царя Саула, еще до того, как сам стал царствовать, хотя уже был в это время избран, и псалом такой вполне пустынный по своему настроению. Во-первых, пустыня – это там, где нет воды, во-вторых, пустыня – там, где человек одинок. Или он с Богом. «Боже, Ты Бог мой, к Тебе я стремлюсь, Тебя жаждет моя душа, и плоть томится жаждой по Тебе, как в пустыне, безводной, сухой. Я в святилище созерцал Тебя, увидел силу Твою и славу. Лучше жизнь и милость Твоя, уста мои восхваляют Тебя. Благословлять Тебя буду всю жизнь, воздев руки, имя Твое призывать. Словно сытные явства вкусила душа и уста ликуя хвалят Тебя. Я Тебя вспоминаю на ложе моем, ночами твержу я о Тебе. Ты моим заступником стал, и я ликую под сенью крыл Твоих. Душа моя прилепилась к Тебе, и десница Твоя защищает меня. А те, кто смерти моей хочет, пусть сойдут в могилу. Пусть станут они добычей меча, пусть будут пищей с шакалом. Да веселится царь пред Богом, всякий, кто Богом клянется, будет ликовать, и замолкнут устал жицов. Последние строки такое ощущение, что добавлено немножко позже. Да, да веселится царь пред Богом. Пока что Давид явно не царь, и царь это скорее Саул, и тут он вряд ли ему желает веселья, потому что он от него и скрывается в пустыне. Может быть, это некоторые добавления, которые актуализируют этот псалом для последующих поколений, когда уже цари из потомков Давида сидят на престоле в Иерусалиме. А так, псалом очень простой, но вот интересно, что он более конкретный. Предыдущие они такие немножко схоластические, да, там вообще про то, как хорошо быть с Богом. А вот здесь вот как жаждет человек в безводной сухой пустыне, воды ему, воды дайте, вот так я стремлюсь к тебе. И словно сытное явство вкусило душа, он и есть хочет, и пить хочет, он там совершенно изнурен в этой пустыне. И Господь для него вот то самое питье, та самая еда, чтобы насытиться, чтобы утолить жажду, чтобы вот получить то, без чего он просто жить дальше не может. И смотрите, в этом псалме о врагах сказано очень кратко. Те, кто смерть от моей хочет, пусть сойдут в могилу, пусть станут добычей меча, пищей шакалом. Шакалы тоже, кстати, пустынные звери, то есть буквально вокруг себя смотрят и эти образы подбирают. Но это вторично. Первично то, что лучше жизни милость твоя, я тебя вспоминаю на ложе моем. Да, то есть самое главное – это общение с Богом, враги – это некоторые обстоятельства этого общения. И вот здесь мы видим такой прямо портрет человека, который в пустыне призывает Бога. Ну и эта тема, конечно, будет продолжена в следующих псалмах. И вот единственное, что о пустыне уже так подробно рассказано там не будет. Продолжение следует...